Я Ширугина Валентина Владимировна, родилась в 1964 году, в Ягодном я с 90-го года. Я по маме Ительменко. Дело в том, что отец у меня родом из Урала, а корни мамины Ительменские. Бабушка родилась в 11-м году, 1911 год. Речка Углеканка возле поселка Ола протекает там. И, как бабушка рассказывала, там небольшая избушка у них была, 4 ребенка в семье. Бабушка была самая последняя, и когда она родилась, умирает у нее мама. Отец воспитывал их один сам. Отец был якут, охотник. Он постоянно обменивал пушнину на товары, на сахар, на соль. И эта бабушка подробно рассказывала, конечно, очень интересно. Я всегда с таким удовольствием слушала вот эти рассказы. И она рассказывала и стихотворения, и пела песни, и какие-то слова проскальзывали у нее в речи. Но дело в том, что уже мама моя, которая в 1938 году родилась, она язык совсем не знала. То есть русифицированная уже. Мама по специальности медик, она никак не соприкасалась с бытом коренных. И поэтому вот постепенно, постепенно. А я так уже вообще отдельные слова только, и то вспоминать нужно. Я язык не знаю совсем, совсем не знаю язык. Бабушка, когда меня звала пить чай, говорит, чайка улыб. Вот значит это пошли пить чай. Она при рождении получила имя Мелания. Но когда она выходила замуж, у нее избранником был поляк. Сыльный поляк Петр Семенович Березовский. Из семьи сыльных поляков. И он ее переименовал и превратил в Эмилию. То есть в паспорте уже было записано Эмилия Иннокентьевна Березовская. Девичья фамилия у нее старшина. Они познакомились на Оле, бабушка с дедом, с моим. Бабушку, конечно, очень сильно любила. И вот все истории, все истории оттуда. Она привозила как-то нерпичий жир. На Оле у нее были братья, были сестры. Много, большая семья была. Но с течением времени, конечно, уже никого не осталось. И привозили. Мне не понравился он совсем. Бабушка рассказывала о том, как они делали мясо с шикшей. Вот я так понимаю, что национальное блюдо. Это было толченое голубико. Что закапывали мясо, закапывали рыбу. И потом доставали и ели. Для меня это было, конечно, очень экзотичный способ потребления. Родители у меня тоже очень спокойные, очень хорошие родители. Вот это моя мама с отцом. По отцу у меня цыганские корни, потому что отец был, как сказать, он русский в паспорте. Но у него бабушка была цыганка. Поэтому такая экзотическая внешность. У него очень такие выразительные глаза. Очень красивый человек был. Это моя бабушка с братом стоит рядышком со своим. Ну, вот Петр Семенович Березовский, мой дед, бабушка и моя мама на руках. Она родилась, кстати, неподалеку, поселок Ларюковый. Дело в том, что мой дед Петр Семенович Березовский, он был сотрудником НКВД. И, соответственно, брал жену с собой. И вот они путешествовали по командировкам, все вместе. Вместе были постоянно. И когда пришло время рожать уже, моя бабушка родила мою маму в поселке Ларюковый. Когда я проезжаю этот поселок, прямо, ой, ну сердце радуется, что вот мамин поселок. Конечно, плохо, что уже там людей нет. И уже полностью пустой. Но вот она оттуда родом. В поселок Ягодное я приехала вместе с мужем в 1990 году. Поселок поначалу не понравился. Вот честно скажу. Потому что никого не знаю. Дома какие-то приземистые. Город есть город. Но с течением времени уже привыкает человек. И, конечно, работа среди людей. И уже веселее, уже лучше, комфортнее себя чувствовать начало. Мама моя, к сожалению, ушла из жизни в 2014 году. Она переехала на Украину, в город Славинск. И незадолго до войны, буквально за месяц до войны, она ушла из жизни. Конечно, мне ее очень не хватает. Она тоже рассказывала о своем детстве, о том, как она заканчивала медицинское училище магаданской. И сквозь пургу нашу магаданскую, когда стоять на ногах невозможно. Она вот шла, шла, шла и занималась, шла на занятия. Отца лишилась я очень рано, в 6 лет, когда мне было 6 лет. Я недавно вот с дочерью ходила на Марчиканской кладбище. И по памяти пыталась вспомнить, где похоронен отец. Но, к большому сожалению, конечно же, там и границы кладбища были перенесены, и могилу так мы не нашли. Приблизительно, приблизительно это место вспомнила, но так это или нет, на самом деле, где похоронен отец, я не знаю. Сейчас точно не знаю. Потому что и уничтожены книги, где записаны, где похоронены люди. Муж у меня, хоть мы и разошлись, мы в прекрасных отношениях. Он живет сейчас в городе Орехово-Зойло, Московской области. Там мой сын уехал туда. Он и работает, и живет уже в Москве. Женился. Он медик тоже, как и моя мама. Дочь моя, медик тоже. Работает в третьей поликлинике, но сейчас в декрете сидит. Дети интересуются своими корнями. Они хотели бы знать побольше, естественно. Сын как-то, он немножечко закрытый, может быть, ему не до этой темы. А дочь, да, спрашивает. Потому что мой внук маленький, ему сейчас 6 месяцев. Он внешне, вот я его называю земляк мой. У него такой же разрез глаз. Такой интересный мальчишечка. Очень похож на нас. Так что корни наши не прерываются. Это радует, конечно, хоть внешне похоже. Ну, мама, да. Мама хотела бы знать язык тоже. Тоже, потому что, ну как, как. И тельмены вдруг не знают языка своего. Ну, естественно, я, конечно же, очень хотела бы. Ну, уже невозможно. Бабушки нет, мамы нет, никого нет рядышком. Я одна из семьи осталась. Музыка 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 Музыка